По статистике, в прошлом году 19% лекарственных средств поступило из России и 9% из Украины. Поэтому в связи с ситуацией между Украиной и Россией мы усилили работу для партнерных лекарственных средств и ОМС и всех руководителей учреждений здравоохранения для того, чтобы не было срывов в обеспечении лекарственных средств. На сегодняшний день у нас запасных лекарственных средств во всех учреждениях здравоохранения на 3 месяца имеется. Проведены во всех учреждениях уже тендера на следующий квартал. По отчетам руководителей у нас не должно быть срывов. Единственное, когда год закупка, бывает, что некоторые тендера считаются не состоят. Ну, в связи с такой обстановкой, разрешено проведение прямых закупок лекарственных средств согласно закону. В течение двух дней тоже надо будет проводить мониторинцы, чтобы не нарушать. Поэтому я надеюсь, что в этом году тоже не будет срыва по обеспечению лекарственных средств. Тем более мы уже имеем опыт работы с коронавирусом. Знаете, в 20-м году, когда была пандемия, когда все остановилось, в то же время мы смогли обеспечить лекарственные средства. Естественно, со средствами индивидуальной защиты было немножко тяжеловато, но мы этот вопрос, проблему тоже решили в свое время. В частности, мы обратились к Всемирной организации здравоохранения, и к Всемирный банк, и другие международные наши сахтёры по поводу инсулины, чтобы не было срывов. Потому что инсулины самые необходимые сейчас средства, и в этом не должно быть недостатков. Спасибо. А пока отвоз ещё не поступило, да, ответа? Нет. Отвоза мы уже поступили, потому что мы объясняем, что один из первых обратились, вопрос, в принципе, уже решён. Ага. А когда поступит тогда? В одну из тех переходов, которые может получить. Наверное, в течение двух месяцев. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое.